А вот здесь могут заходить именно простые люди и могут простые люди зарабатывать деньги. Это лично, почему мне понравилось. Алексей? Да, спасибо, Андрей, это классно, Виталий хотел на эту тему, как я вижу, добавить. Нет, ну как добавить, я даже больше скажу, чем мне понравилась еще эта тема, мы все просто обсасываем обсасываем ее, именно тем, что простой человек, который зайдя и разберясь в работе этого продукта, разобравшись, он сможет даже зарабатывать больше, чем сетевик. Вот в чем прикол. То есть обычно вверху больше, соответственно в структуре меньше. Здесь я думаю, что каждый человек, мало того, который придет строить сеть, сможет даже зарабатывать больше, чем вышестоящий, потому что здесь бинарно-линейный маркетинг. И точно так же здесь человек, который зайдет и просто разберется с работой этого продукта, точно так же может быть успешнее просто человека, который строит сеть. Согласитесь, это тоже нереально круто. Да, это здорово. Этот бизнес хорош для всех, но на самом деле большинству людей, которые ищут что-то на сегодняшний день, но не могут найти, может принести финансовую свободу. Она на сегодняшний день немаловажна. Вот честное слово, я вам скажу, что я в своей жизни много чего переживал, в свое время даже были моменты нищеты. Я знаю, что это такое, реально. Я знаю, что такое косо на тебя смотрит твоя жена. Знаю, что такое, действительно, когда ты не можешь пойти в магазин и купить просто то, что ты хочешь купить. Я не говорю о каких-то суперкосмических прибылях или там о самолетах, но, по крайней мере, достойно хотя бы именно существовать. Хотя бы на уровне среднестатистического американца. Я считаю, что это реально возможно сейчас, которую дали эти людям для жителей СНГ. Именно для нашего рынка, для русского. Я считаю, что здесь даже 3 тысячи человек будет зарабатывать, именно владея этими инструментами, это уже нереально круто. А возможности этого бизнеса просто неограничены. Да, Виталий, я согласен с тобой, пока ты говорил, для себя отметил, что это также дает определенную устойчивость, потому что когда люди начнут пользоваться именно продуктом и зарабатывать деньги на этой торговой площадке, соответственно, они будут пользоваться лицензией этой программы компании, соответственно, это дает стабильность в структуре. Вы знаете, что часто бывает так, что в сетевом бизнесе люди месяц попользовались, 2-3, потом им надоело, у них уже аллергия, потом у них нет денег на автошип, и поэтому структура проваливается. Здесь ребята все с огромным энтузиазмом пользуются этой программой, потому что она позволяет больше зарабатывать денег. Постоянно продлевать лицензию. Постоянно продлевать лицензию. Давайте дальше тогда продолжим, мы обменялись, почему это классно, мы увиделись у тебя в интернете. Алексей, скажи, вот теперь, вот представь, что ты утром начал этот бизнес, ты только подключился, как ты дальше развиваешь этот бизнес, что ты делаешь, кому ты звонишь, куда пишешь, вот как ты, с чего ты начал, что ты начал делать, скажи мне. Вообще, я понял хорошо, Алексей. Вообще, школа моего бизнеса, именно MLM бизнес, это конечно же прежде всего голосовое общение, меня так научили. Я считаю, что на сегодняшний день это самый эффективный метод. Я знаю, что существуют лендинги, страницы захвата, сайты воронки, системы и так далее, но в любом случае, круче голосового общения я еще в бизнесе не видел. Я встречал людей и лидеров, которые именно выстроили огромнейшие структуры, просто донося друг другу информацию. То есть, я просыпаюсь, я открываю, к примеру, скайп, у меня там достаточное количество контактов, и я просто хочу с каждым поговорить об этом. Я хочу поделиться своей эмоцией, хочу передать, какую я на сегодняшний день, можно сказать, увидел возможность. И это хочу передать остальным. Меня либо слышат, либо нет, это уже другое дело. Но в любом случае, я поднимаю трубку телефона, я имею ввиду образно виртуальную трубку скайпа и делаю звонок. Иногда я, конечно, пишу, привет, если у тебя время поговорить. Но я в день делаю, скажем, от двадцати до пятидесяти звонков. К примеру, это у меня такой вот план. Все, я поработал, при том столько времени, сколько я хочу, меня никто не заставляет целый день сидеть. Но у меня есть маленький план, я его просто выполняю, и соответственно, у меня от этого результат. И на сегодняшний день, да, я скажу, что имею уже в структуре порядка около двух тысяч людей, представьте, притом равномерно распределенных по бинарным ногам, и на сегодняшний день люди, с которыми я работаю, это выдающиеся люди. Я не буду здесь называть фамилии и озвучивать, но люди, которые со мной начали этот бизнес, это действительно люди, которые умеют и знают свое дело. И я очень рад, что просто Бог позволил мне просто приобрести этих людей для движения в этом бизнесе. И я очень говорю огромное спасибо Алексею и Денису, потому что именно от них я узнал эту информацию об этом бизнесе, принял решение, и в тот же день я включился, буквально. я просто понял и почувствовал, что именно это уже тот бизнес, который на самом деле я где-то внутри всегда искал. Виталий, вот как ты приглашаешься? Или ты это даже не назовешь приглашением, это просто даже общение, да? Виталий, это общение, конечно. Я просто, да, хочу поделиться с человеком своей возможностью. Вот и все. Я даже вообще не люблю вот это слово приглашение. Пригласить можно девушку на свидание, в ресторан кого-нибудь, да, в кино там. Я делаю бизнес предложение. Вот какое слово мне больше нравится. То есть я предлагаю человеку заняться тем, чем занимаюсь я лично сам. И если он действительно увидел то зерно, которое увидел я, соответственно этот человек может меня повторить. А может быть даже во много раз и быть успешнее, чем я. Но самое главное, что он увидел то зерно, которое я ему донес. Я ему сделал бизнес предложение. Я никогда никого не убеждаю, потому что считаю, что бизнес убеждение – это не работает. У нас есть только бизнес предложение. А на сегодняшний день предложение Infinii – это лучшее предложение, с которым мы столкнулись в интернете. Вот у нас сидит здесь Денис. Пускай Денис расскажет вообще о динамике этого бизнеса. Насколько она действительно, насколько он динамичен, насколько он потрясает сегодня. Я бы хотел, Виталий, сказать следующее. Вот ты сравнил Mercedes и Ferrari. Если человека посадить в Ferrari, который не знает ни правил дорожного движения, который не знает, где руль, где тормоз, в принципе это до первого столба. Очень важно еще понимать правила игры. Как мы узнаем правила? Потому что не слушая никого, естественно, есть человек, у которого мы можем спросить в этом бизнесе правила игры. Что значит правила игры? Еще очень важно отношение к этому бизнесу. Ты меня спросил про динамику. Я тебе так могу сказать. Вообще отношение определяет, как говорят, высоту нашего полета. Если мы относимся серьезно к какому-либо делу, то, на чем мы фокусируемся, приобретает гигантский размер и гигантский масштаб. Вот буквально за две недели работы порядка трех тысяч партнеров, причем партнеров по всему миру, звонки идут каждый день со всего мира. Это дает такие силы просто, какие-то внутренние, это не описать. Хочется еще дальше творить, хочется уже просто в такой динамике, в таком серьезном бизнесе. И очень важно еще понимать, когда человек приходит в бизнес, например, мы открыли магазин, открыли продуктовый магазин, пришли в него, заплатили аренду, поставили там продукт и ушли на три месяца. Приходим через три месяца и у нас в принципе ничего нет в магазине, одни проблемы, одни причины и так далее. Здесь очень важно относиться к бизнесу как к серьезному бизнесу. Люди по сорок лет ходят на работу, зарабатывают тысячу, две тысячи долларов. Пять тысяч долларов, если кто-то зарабатывает в месяц после сорока лет работы, это такая фантастическая должность, которую могут в любой момент выгнать, потому что конкурентов очень много стоит на эту должность. В нашем бизнесе, поняв этот бизнес, даже в той же платформе разобравшись, это дает нам возможность зарабатывать и пять, и десять, и более тысяч долларов, не завися от государства, не завися от политики, не завися ни от кого. То есть это мировая торговая система, которая нам дает возможность сейчас подключиться. Но более того, фантастичность и вообще гениальность идеи заключается в том, что нам дает возможность построить сеть таких вот магазинов, гипермаркетов по всему миру. Это просто фантастика. И получается с этого, я бы не сказал даже процент, а как-то авторский гонорар. Потому что как мы работаем, так мы и должны зарабатывать. Не то, что как нам говорят на работе, вот столько ты зарабатываешь и все. И что я хочу сказать. Ну, позитивное отношение, оно всегда в бизнесе очень важно, позитивное отношение. Потому что есть очень много людей, которые, ну, есть две категории людей. Одни ищут в жизни возможности, другие ищут причины. И те, кто ищет причины, то есть им очень сложно попасть в этот тренд, в эту динамику, в лица. Потому что пока они будут разбираться, этот локомотив, он уходит очень далеко. Ну, та команда, которую я вижу сейчас собралась, ну, это сильные лидеры. Там есть очень много чему учиться. Есть очень, ну, как бы такое бодрое, ну, в таком бодром энтузиазме, как говорит Алексей, хочется работать каждый день. То есть просыпаешься, так же ложишься. То есть вот именно в таком настрое и строятся такие вот динамичные большие структуры. Если начинаем что-то разбираться, что-то выяснять, что-то ждать, обижаться, ну, кто к нам придет? Ну, не придут такие позитивные люди, да, о которых говоришь ты, да, за которых ты благодаришь Бога. Я также благодарю Бога, ну, то, что ко мне приходят такие люди. Ну, это супер, это классно. Вот, и что я хочу сказать. Ну, надо думать, надо действовать, надо делать это все с таким энтузиазмом, да, и тогда к нам притянутся позитивные результаты, да. То есть именно, ну, можно очень долго заниматься процессами, да, но здесь мы видим, явно видим, что идут результаты, да, можем показать результаты, посмотреть результаты. Самое интересное, что мы оказались на предстарте компании. 15 января будет только старт компании, и у нас, ну, такое выгодное положение, что сейчас кто-то будет отдыхать на Новый год, кто-то будет, ну, по традиции, там, две недели отдыхать, да, там, в себя не приходить. А кто-то будет действовать, вот, и действовать в бодром энтузиазме, и у того, у этого человека будут результаты одни через две недели, через три недели, а у другого человека будут другие результаты. Вот, и кто-то будет искать причины, а кто-то будет также продолжать искать возможности просто, да, искать этих людей, которые также ищут возможности. И что еще хотел сказать по поводу приглашения, да, вот, есть два вида, то есть, два вида людей, да, которые, ну, холодные, теплые, холодные контакты и теплые, горячие контакты. Я уверен, если люди работают хоть немножко в интернете, к ним каждый день приходит очень много, ну, я его называю спам, там, да, мы все называем спам, приглашают куда-то и так далее. Я обожаю этих людей, раньше я их не любил, но сейчас я их обожаю. Я им задаю всего лишь три вопроса, я говорю, как давно ты в бизнесе? Ой, как классно, я говорю, как давно ты в бизнесе? Сколько ты зарабатываешь, можно у тебя спросить, а можешь показать свой чек? Ну, кто-то показывает чек, кто-то говорит, я только начал, то есть, вот эти люди, я говорю, а если я тебе реально покажу, где можно заработать, тебе было бы это интересно? Он говорит, да. И вот эти люди, в принципе, и входят в мою организацию, то есть, я обожаю этих людей, которые мне что-то присылают. Я им просто показываю реальность, да, и показываю, ну, как бы их компанию, то есть, где все говорится, вот скоро будет, вот скоро будет. На самом деле, людей интересует, что? Позарабатывать деньги в реальном времени, получать их в реальном времени, да, то есть, здесь все это есть, поэтому хочу нас всех поздравить, друзья, что мы оказались в таком месте, да, и считаю, просто это подарком судьбы, то, что вот Алексей дал нам эту информацию. Да, можно еще добавить в твои слова, просто пока это все сидит, как говорят, в сердце. Скажу, на сегодняшний день, конечно, мы в любом случае строим бизнес верою. Многие люди, вот как Денис говорит, они ковыряются, они разбираются, они ищут какой-то даже негатив, наоборот, выкапывают различную информацию и так далее. Но дело в том, что я вначале же сказал, мы зашли не в сырую компанию. Эта компания уже себя показала, она себя уже обкатала. У нас уже Алексей встречался с руководством. Мало того, все люди, которые эту компанию сейчас выводят на мировой рынок, это все уже успешные и состоявшиеся люди. 13 числа еще двое наших суперлидеров встречаются с руководством компании. Я думаю, там будет снят шикарнейший видеоматериал. Да, кстати, Алексей Фомин тоже будет вместе с ними. Я думаю, они снимут даже целый репортаж об этом. И поверьте, на сегодняшний день мы действительно, вот мне нравится фраза Леши Фомина в том плане, что когда выдают эти, можно сказать, лицензии или покупка земли, то мы как раз у прибрежной зоны, у нас самые престижные места. Дело в том, что этот бизнес, хотим мы этого или не хотим, он все равно развернется по миру, он все равно будет шерствовать. Я просто в это верю лишь просто потому, что этот бизнес дает возможность очень огромному количеству людей зарабатывать просто достойные деньги. Я не говорю еще раз повторяю о каком-то богатстве, а просто достойные деньги. То есть это возможность, которая изменит качественно их жизнь. И мы находимся как раз в самом начале, мы даже не один процент, а гораздо меньше. Есть даже такой закон, да, 1.9.90. Я, наверное, ну, я думаю, что знают, о чем я говорю. Вот мы, ребята, еще даже не в одном проценте, даже не в одном. Алексей, как ты считаешь? Я считаю, что так. Я хотел показать статистику. Очень быстро, значит. Денис там начал статистику говорить. Я подготовил для вас диаграммочку такую о том, что происходит на Алексе. Значит, мой экран видно, ребят, поставьте. Да, 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 я вижу твой экран. Я хочу вам сказать, что, например, рейтинг на Алексе российского рынка, сейчас скажу, какого числа, был 16% 24 октября. То есть процент посещения людей с сайта Infinii, а сайт, вы видите, там сайт, это только одна обложка для регистрации, да. То есть посещение сайта Infinii из России уже 16%, это было 24 числа. Если я вам покажу статистику сегодняшнего дня, вот я обновил страницу, 18,6%. То есть рынок интернет-коммерции, например, в Америке он такой, он устоявшийся, то есть люди, много людей торгуют на Амазоне, там ежедневный трафик, там сотни миллионов людей на него, на этот сайт заходит. Не успеваешь товар разместить, как вот тут же при тебе прям просматривают люди. То есть это 4% мирового товароборота с сайта Амазон. Мы говорим о том, что этот рынок, Амазон и торговля вообще вся через вот эти интернет-площадки выходит на российский рынок. Вообще представляете, что это будет, ребят? Просто осознайтесь, какой отклик, какой интерес это вызывает у ребят, у российской общественности, у русскоговорящей общественности. Если буквально 3 недели назад, когда мы эту тему еще только начали сами протапывать, ноль было вообще, трафик из России, ноль. И вообще в списке не было трафика. То сейчас... Да, Америка, Англия. Вообще был трафик ноль, ребят. Так вот сейчас мы с такими темпами, мы, ну как сказать, развиваем эту тему, мы настолько жадные, голодные до этой информации, мы настолько устали от этих там пирамид, баночек, финансовых каких-то там этих, лохадуй, как я их называю, да, что люди реально ищут этичный, прозрачный, простой, понятный, информативный бизнес, который может кормить и приносить деньги долгий год. Вот вам реально статистика того, что сейчас происходит. Это вот если мы говорим с цифрами. Что касается роста структуры, то вот, пожалуйста, график. Я начал это отмечать. Буквально 3 недели назад вообще об этом ни слуху, ни духу, и вот сейчас огромное количество людей подключается. Вот, многие люди уже открыли себе аккаунты на Амазоне, уже начали люди открывать аккаунты на eBay, то есть, значит, многие люди, кстати, даже на российском пространстве знают английский язык, и поэтому уже некоторые, не дожидаясь переводов на русский язык, уже начали там действовать. Это очень приятно и помогает уже нашим людям, которые с английским по каким-то причинам пока не дружат. То есть, это вот то, что мне нравится. Что касается вот вопроса в бизнесе, как я вот, мне там, я помню вопрос Дениса, да, я хочу чуть-чуть свой совет вам дать. Есть две категории людей. Есть люди, которые сидят, разбираются, 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 знаете, годами сидят и разбираются. А есть люди, которые чуть-чуть узнали что-то, и сразу уже идут и с другими людьми советуются, рассказывают об этом. Еще что-то узнали, опять идут, рассказывают об этом. И поэтому я вам могу такой дать совет небольшой, да. Есть такое понятие, как жажда знать, то есть, жажда знать, можно стараться знать до бесконечности, можно стать кулибином. Знаете, я вот в университете учился, когда там был профессор такой, я его называл Задолжал, то есть, мы ему кличку дали Задолжал. Абсолютно умный мужик, да, но носки у него, короткие брюки, носки у него выглядывают с дырявыми пятками, понимаете. Вот мы его звали Задолжал, пиджак у него такой 15-летней давности, вот он Задолжал, понимаете. То есть, он умный, но он не может приложить то количество знаний, которое у нас есть. Мой вам совет, ребят, не ждите, когда вы станете тут мега-специалистами во всем этом, да. Уже сейчас есть много информации, что вы сейчас можете подключить, мы вам просто даже говорим, что надо делать шаг за шагом. Например, вот первое ваше действие, да, вы получили ссылку от вашего партнера, подключиться. То есть, если у вас нет этой ссылки, свяжитесь с человеком, с которым вам будет приятно дальше работать, со своим другом, с тем человеком, кто вас пригласил. Так, берите ответственность за этот бизнес, получите от него ссылку. По этой ссылке вы заходите, заполняете свои пароли, логины. Так, вы получили аккаунт. Он пока у вас временный, он свободный, он без оплаты, без ничего. Все, вы просто застолбили место под солнцем. Временно застолбили. Дальше мы вам говорим, ребят, оплатите членство, чтобы вы могли пользоваться этой платформой, это 50 долларов. И оплатите членство, если вы хотите строить здесь структуру, приглашать людей, зарабатывать деньги со всего товарооборота, который будет создавать вся эта машина. Соответственно, 10 долларов, ребят. Это карманные деньги. Так вот, есть люди, которые сидят и ждут, когда они разберутся. Но они никогда не разберутся, если они не начнут в это вникать, общаться. Поэтому послушайте наш совет. Так, дальше следующий шаг, который нужно сделать, это ознакомьтесь с нашим компенсационным планом. Поймите его, ребят, поймите, он очень простой. Даже то, что слайды на английском языке, мы говорим вам, что со дня на день мы все это переведем. Есть уже и на русском, я вам это миллион раз уже все готово рассказать. Поймите, что вам всего-то нужно двух человек подключить на 50 долларов, которые здесь подключатся вместе с вами. Но сейчас мы маркетинг не будем затрагивать, он уже есть у нас в предыдущих видео. Я просто хочу вас сказать, что не ждите, когда вы станете мега тут кулибинным специалистом, и только тогда вы начнете. Уже сейчас можно начать. И я тоже всего, например, еще когда я начал с Денисом там общаться, или с Виталиком в самом начале, я всего не знал. Я говорю, ребят, вот есть такая тема, я знаю пока вот это, и вот это, и вот это. Ребята говорят, слушай, одно то, что ты уже знаешь, это уже отвал головы просто. А сейчас мы с каждым днем все больше и больше узнаем и становимся, естественно, более профессиональными людьми в этой области. Так, значит, у нас, у меня есть вопрос к Денису. Денис, вот как ты строишь свой рабочий день? Что ты делаешь? Вот ты утром вот встал, вот что ты делаешь? Как ты звонишь, что ты дословно говоришь человеку, чтобы пригласить в бизнес? Ну, самое первое, что я делаю, я звоню своему наставнику, своему спонсору. Это первый мой звонок. Вот, так у нас получилось, да, Алексей, что у тебя как раз вот новости получается, ну, временной режим, так, когда так получился, да, что как раз у тебя вот все новости узнаю, то есть и, скажем так, в бодром расположении духа, да, начинаю работу. То есть, ну, работа идет через Skype, работа идет через телефон. Например, лично моя стратегия следующая, да, то есть, вот, как только я узнал о проекте, в первый же день, то есть, я как бизнесмен, я сел, составил список имен, то есть, да, составил список 200 человек, кого бы я хотел видеть миллионерами. То есть, я вот именно с такой позиции вставил туда, в чем не важно, там, по возрастному категорию, ну, там, сколько там, 18 лет, 60 лет, я вот хочу человек это видеть богатым, я так и ставлю. Очень важно в этом моменте, следующие три дня просто прозвонить этих людей по одной минуте, это очень важно, и сказать, что есть очень классная возможность. Обзвонив своих знакомых и предупредив всех, что я нахожусь сейчас в этом бизнесе, я с себя снимаю ответственность, чтобы они мне потом не сказали, что почему ты меня не позвал. Это часто бывает. И еще очень важно сделать это в три дня, это очень важно. Ну, 70 звонков в день сделать по одной минуте, это, ну, потратить на это два часа. Но обзвонил, всех поставил, сказал, то есть, я себя снял ответственность таким образом, да. Самое важное еще в этом, чтобы сделать это в три дня, это почему? Потому что, сделав 30 звонков в первые три дня и чуть-чуть отложив, мы начинаем работать уже, ну, как с другими людьми, потому что интерес очень высокий. Начинают, они уже просить там трехсторонние устраивать встречи и так далее. То есть, у меня уже времени нет, да, обзвонить вот эти 170, поэтому крайне архиважно сделать это все очень быстро. Вот, снять себе ответственность и дальше начать спокойно работать по холодному рынку. Слава богу, сейчас в этом такой переизбыток просто, отовсюду просто, и не знаю, смс-ками. Плюс, как я работаю, то есть, я выхожу, например, в магазин, я могу выйти там куда угодно, во дворе там, и у любого человека спросить, привет, как дела, чем занимаешься, я могу спросить. А было бы тебе интересно зарабатывать 100, 200, 300 долларов ежедневно, если бы я тебе показал? Мне все говорят, да. Я беру у них визитки просто, и визитки записываю, и ухожу, то есть, ну, все, у людей, ну, как, какая-то интрига остается, какое-то что. Да, у меня есть возможность, да, я сразу это не говорю. Но, вот, честно говоря, у меня, вот, в моем районе, там, да, где я живу, практически в каждом магазине, все на меня уже смотрят так, ну, понимая, что люди видят, что, где я появляюсь, там, ну, какая-то есть возможность. То есть, я так себя позиционирую, да, и так себя позиционирую, так живу просто, и, соответственно, в мою жизнь именно эти возможности и приходят. Да, и если бы я делал по-другому, если бы я думал, очень многие люди мне говорят, у меня нет людей. Я говорю, у тебя есть два человека, которым бы хотелось зарабатывать 100, 200, 300 долларов в день. Они говорят, да, полно. Я говорю, а почему ты мне говоришь, что у тебя нет людей? То есть, ну, люди сами себе просто, да, вот, ну, программы ставят такие, что нет людей, там, которых бы я мог бы дать возможность стать миллионерами. Как это нет? Все хотят. Просто я этот бизнес вижу как? Что у меня есть возможность дать возможность. В этой позиции рассматриваю. Я это делаю легко, в удовольствие. И люди это чувствуют. Я никого не зову. Самое важное еще для меня, да, то есть, вот, с опытом я понял, что одно дело, есть очень много тренингов, которые говорят, там, как бороться с возражениями, как делать это. Да, на самом деле, не надо бороться с возражениями. Если мы человеку продали идею, если человеку, там, после нашего одного предложения это понравилось, у него изнутри начинает вот так вот эта идея просто сама гореть. Он сам начинает нам название, сам начинает нас искать. Вот как надо работать легко, в удовольствие. А с данным бизнесом, то есть, вот то, что Виталик сказал, полностью поддерживать, то есть, ну, я лично лучшее предложение на рынке не встречал. Говорят, лучшая враг хорошего, поэтому мы, как профессионалы своего дела, сейчас все изучаем, да, и малейшая, которая у нас новая информация получается, то есть, мы ее даем людям. Даем людям, даем людям, и так продолжается. То есть, мы сейчас планировали, то есть, составили такой достаточно медиаплан. Это с обучением, это с обучением по системе работы, как построение структуры, по системе работы, по системе зарабатывания через наш интернет-магазин. То есть, все у нас составлено, и каждый день практически, да, то есть, где-то через день мы все это выдаем, вот, благодаря Алексею, да, все, Алексей все это транслирует, мы учимся, то есть, ну, классно, мне очень нравится. Спасибо, Дмитрий, большое. Ты меня, ну, ты меня в какой-то день, я помню, задал вопрос такой, Алексей, почему это важно, навести статистику? Да, да, я задал такой вопрос, потому что, когда ты мне показал статистику, я был, ну, просто в шоке, как, насколько ты умеешь вести статистику, да, насколько у тебя каждый день записан, все четко, и уже ты не смотришь на, скажем так, на какие-то отношения, или ты, у тебя есть статистика, ты смотришь, ну, как ведут эту статистику, я потом понял, в корпорациях, везде, то есть, это самое важное, начать правильно свой бизнес, да, начать правильно строить свой фундамент. И если мы с первого дня начинаем вести статистику, да, если мы с первого дня начинаем выстраивать такой железобетонный фундамент, то, соответственно, мы можем построить и десятиэтажное здание, и стоэтажное здание, и выше гораздо строить этажи, настраивать и настраивать, когда у нас такой есть фундамент. когда у нас есть статистика, когда у нас есть на что опереться. Алексей, ты в двух словах расскажи, как ты просто делаешь вот эту статистику, я думаю, это всем будет интересно. Как ты ее ведешь? Что ты говоришь людям? Что я говорю людям? Ребята, на самом деле два момента, как я строю бизнес. Во-первых, я не сижу в тихушку, если я что-то узнаю, вы наблюдаете, я сразу записываю видео и сразу публикую к себе на стену. Так получается, что у меня 1700 подписчиков на моем канале в Ютубе, у меня 5000 человек на Фейсбуке и так далее. То есть я все время добавляю к себе друзей на Фейсбук, на стену, я стараюсь всех поздравить с днем рождения, стараюсь отвечать на всю коммуникацию. То есть если интересно, как я втрою свой рабочий день, у меня, к сожалению, 8 часов разница с Россией, то есть вечером, когда у меня вечер в России раннее утро, я перед тем, как, грубо говоря, идти спать, я проверяю все свои каналы общения, это скайп, Фейсбук, и отвечаю на все сообщения. То есть если кому что-то интересное, какие-то поздравления с днем рождения, то есть я вечером, я просто делаю какие-то сообщения, рассылку и отвечаю на сообщения. То есть мои друзья утром просыпаются, они от меня получают новости о том, что какой-то тренинг буду проводить, какую-то конференцию, какую-то встречу. Все, я могу сделать рассылку по скайпам, по своим контактам. Например, друзья, я начал новый бизнес, кому интересно, пишите в личку, 100-200 долларов в день, научим вас зарабатывать на полном автопилоте, если захотите, без приглашения, но там можно разный текст придумать. То есть люди мне пишут, на следующий день, когда уже у меня утро, в Москве уже 5-6 часов вечера, я беру эти сообщения, я просматриваю, отвечаю на текущие вопросы, связываю с людьми, отвечаю и даю информацию. Вот так просто, то есть это вот такой вот у меня ежедневный цикл, плюс в это же расписание я вставляю видео, трансляции обучения, которые я делаю в интернете, и плюс еще я работаю с лидерами, с теми людьми, которые на самом деле приняли решение строить со мной бизнес и идут за мной. Я сейчас кое-что вам хотел бы на эту тему посоветовать, рассказать. Значит, я сейчас, Виталик, задал тоже этот вопрос. Я очень быстро хотел бы вам дать такой анализ, который вам поможет. Денис сказал про возражения, у меня на ум такая пришла идея, почему важно подключаться и что будет, если вы не подключитесь. Вот это такая сводка, и мы перейдем к статистике. То есть вот здесь вот человек подключается, а здесь не подключается. Не подключается. Допустим, если человек подключается, он получает знания, он получает готовую систему, понимаете. Многие люди толковые и умные, у них нет в руках системы, понимаете, на чем заработать. Это очень важно, что вы получаете солидную, серьезную систему. Вы здесь получаете возможность зарабатывать деньги, заработать денег. Причем деньги вам выплачивают прямо на вашу карточку, на виза, на мастеркард, gpg система, то есть вы открываете счет, все четко, ребята уже пооткрывали себе счета, все нормально. Дальше. Вы здесь приобретаете новую профессию, то есть это ваш уже статус в обществе. Одно делает человек, работает в какой-то финансовой пирамиде, понимаете, ты кем, чем занимаешься? Он говорит, да, я так там, он стесняется своей бытийности, да. Другое дело, что я профессионально занимаюсь продажами на Амазоне, на eBay, я профессионально занимаюсь электронной коммерцией на таких площадках, он уже не прячет свою личность, понимаете, он уже может открыто об этом заявлять, это очень круто. Так, признание себя, с этого начинаются вообще большие деньги, большой статус, потому что некоторые люди, например, в какие-то руби зайти не могут из-за своего прошлого, например. Дальше. Человек получает определенную, мы говорим вот о чем, мы можем дальше разделять это. Он, получается, сам становится более довольный, потому что он может со скидкой даже те же самые товары себе покупать. Он может, например, путешествовать, да. Он может там жене денег дать, например, я там жене телескоп подарил, понимаете, хороший такой модный, да. Или он может детям дать денег, понимаете, на учебу, на ватрушке. Он может машину себе поменять, то есть его имущество, его жизнь улучшается, да. Ну, представьте, вот у вас сейчас прилипнет 50 тысяч долларов. Как вот, что вы сразу делаете? Жизнь расцветет сразу, правильно? Подарок, жизнь. Раз. Друзья как-то лучше к нему относятся, авторитет, уважение. Видите, тут можно много говорить еще, да. Он может в церковь свое пожертвование дать, это очень важно, поддержать группу людей, с которым там, клуб интересов. Понимаете, что тут происходит? Рассвет такой, понимаете? Вот рассвет, да. И человек, который не действует, да. Ну, он зажал у себя в кармане эти 50 долларов и 10, он их не отдал, да. Он их при себе. Он пошел два раза, купил десятки яиц и пакет молока, этих денег у него нет. Ребят, здесь видимость такая, что вы отдали 50 долларов, но вы получили вот это все. Я начал бизнес с 60 долларов, ребят. Меня ребята попросили не говорить о зарплате, которая может быть по итогу первого месяца, но я боюсь, если мы это опубликуем, то у многих просто колпак нам вообще окончательно снесет, просто так раз и все. Кто-то скажет, что это вообще невероятно, что это такое. С 60 долларов десятки тысяч долларов. Вы вообще понимаете, о чем мы вам говорим? Что дальше происходит? Он не подключается, у него нет знаний, то есть он там, у него нет этих знаний, он не будет сюда их получить, он не сможет их тут получить, потому что инфиняй дает эти знания, они в бэк-офисе есть. Да, они там часть на английском языке, часть мы перейдем, мы не говорим об этом. Знания получает. Нет этой профессии. Опять ходит, болтается там туда-сюда, понимаете, нет фокусировки жизненной, точки сборки опять нету. Так, жена его пилит, где деньги, за хату платить нечем, так. Дети ноют, значит, с этими. В одежде ходит, в которой уже, значит, два года в одной куртке ходит там ребенок, да. Что еще? Рассказывает, что какое правительство плохое ему не платит эти деньги, понимаете. Не может еще там поддержать друзей, не может в благотворительность деньги сдать, ничего не может. Вы если начинаете вот на это смотреть. Нет, я понимаю, что если, мы не говорим, что если у человека есть какой-то уже сейчас бизнес, мы говорим, что много людей в постоянном состоянии ждать, чем бы заняться, понимаете. Вот в этом состоянии ждать, чем бы заняться, они годами пребывают и деградируют просто с каждым божьим днем, ребят. Из последних сил пытаются выглядеть хорошо. Я не говорю, что эти люди плохие, я просто понимаю, что их очень часто… Это состояние, это состояние ума ихнего. Да. Мы говорим о том, что, ребят, просыпайтесь, отложите эти свои прошлые неудачи назад. Вот, здесь мы говорим вам реальная тема. Поэтому, значит, теперь мы перейдем плавно к статистике. То есть вы сами видите, что правильно, что неправильно. Нет абсолютно правильного и нет абсолютно неправильного. Мы говорим, что более правильно или менее правильно. Например, более правильно иметь старый телефон или более правильно иметь новый телефон с более возможностью. Конечно. Поэтому вы просто сами, это просто такой короткий обзор этого все. Теперь, что касается статистики. Представьте, что вы открыли свой магазин, и вы продаете, например, там кроссовки, носки, вы продаете стельки, шнурки, понимаете, и вы продаете там еще одеколон какой-нибудь. Вы же, естественно, захотите понять, что у вас продается чаще, а что продается реже. На что у вас наценка больше, а на что наценка меньше. Если вы ежедневно не будете следить за этим, то вы будете просто как слепые какие-то котята вести этот бизнес. Поэтому мы говорим о том, что в бизнесе очень важно вести анализ. Открыли компьютерную программу Excel и ежедневно отмечаем. Вы видите, елки-голки, оказывается, я на шнурках и на стельках зарабатываю больше, чем закупаете кроссовки в Китае, фирма там какой-то. Я открою, буду больше акций делать по шнуркам и стелькам. Понимаете? Так вот, если мы говорим про наш бизнес, у нас здесь две составляющие. Первая – это сколько вы будете продавать товаров на Амазоне, на eBay, если вы будете просто ими заниматься продажами. Это отдельная тема. Вторая тема – это если сколько у вас будет людей в команде, сколько из них будет профессионалами, сколько из них будет квалифицированно обученными, качественно, не просто подписанные и брошенные люди, а это подписанный, приглашенный в бизнес человек, который… Давайте так, есть две категории людей, да, то есть вот вы взяли человек в бизнес. Одно дело, он подключился и через неделю его больше нет, или он подключился, он получил все вот эти знания, и он тут с вами на долгие годы. Разницу чувствуете ли? Так вот, от этого, значит, мы перейдем сейчас к статистике. Если мы говорим, что нужно здесь измерять? Сколько людей вы пригласили в день в этот бизнес? Сколько человек? Если вы поговорили с одним в день, этого недостаточно. Мы сейчас перейдем к статистике, как заработать, например, за пять недель 20 тысяч долларов. Пять недель в этом бизнесе, ребят, если вы сейчас вот просто выслушаете нас, что мы тут делаем, это реальные цифры. За пять недель. Мы не говорим, что это час в день, как мы тут с Денисом шутили, с Виталиком, да, а заработай миллион, час в день уделяю внимание. Ребят, я начал этот бизнес, я, ребята, знаю, я сплю по 3-4 часа, ну, то есть не все так готовые, способные хотят, но я очень хочу зарабатывать 20 тысяч долларов в неделю, понимаете? Так вот, вопрос первый. Сколько человек? Вы позвонили в день, например, скольким людям? Одному? Десяти? Сколько? Вторая ваша статистика. Сколько? Сколько людей, например, вы показали презентацию, видео какое-то, чтобы они более глубоко начали в это все вникать? Сколько человек? Один человек у вас посмотрел или десять? Следующее. Сколько людей к вам подключилось? Реальный результат вашей вот этой деятельности. Сколько новых подключений, понимаете? Сколько людей в команде? И четвертое. Сколько людей ваши вообще во всей системе? Это очень важно. То есть сумма всех этих людей. Вы ведете все эти графики. Опять-таки, если вы вот этого не делаете, это будет похоже на то, что вы открыли магазин, и вы в нем не участвуете. Мы говорим о том, что есть система, и мы ожидаем, что вы пришли сюда на работу, и шесть, восемь, десять часов вы здесь реально работаете, и вы выходите на совершенно серьезный день. Это тот средство, который нужно делать ежедневно. И теперь смотрите, что происходит. У вас на выходе будет какой-то набор цифр. Дата, например, здесь будет у вас дата. Есть цифры. Например, сколько людей вам звонили? Один, потом десять, потом двадцать, например. Сколько видео посмотрели? И у вас будут числа. И вдруг неожиданным образом, и здесь доход у вас еще, важная статистика, доход. Я очень быстро это рассказываю, без деталей. Значит, здесь будет какая-то у вас статистика доходов. И вы будете видеть прямую зависимость, сколько вы участвуете в бизнесе, и сколько размер вашего дохода. И, соответственно, если вы вдруг себе поставите задачу поменять машину, например, вы ездили на Ламборджине, а хотите какой-то супер-мега космический корабль, то вы сами для себя примете решение, что вам нужно просто увеличить вот эти числа. Увеличить количество звонков, увеличить количество приглашений, увеличить количество просмотров, презентаций, увеличить количество, например, лидерских групп и так далее. То есть вы уже на это все можете смотреть. Это просто очень бегло анализ статистики. Вы также сможете, еще важный вам совет сразу скажу, записывать основные события, что у вас происходили по каждому дню в этот день. Например, здесь вы заболели, а здесь вы выставка какую-то приняли участие, а здесь вы начали на спонсор проводить, а здесь еще что-то. Вы будете видеть, как ваши графики меняются в зависимости от того, что вы делаете. Ребята, это вообще все нужно для тех, кто серьезно хочет зарабатывать деньги. То есть мы говорим о миллион долларов в год, например. Если вас интересуют тысячи долларов в неделю, это может быть даже я не знаю. Алексей, очень важная рекомендация. Очень важная на самом деле для всех, абсолютно для всех людей, которые зашли в бизнес и собираются вообще им заниматься. У каждого, кто принял решение заняться бизнесом, был так называемый пригласитель, либо реферерт, либо, другим словом, спонсор. Ребята, есть такое, можно сказать, выражение, которое существует в MLM бизнесе. Спонсор достается только тому, кто его достает. Поверьте мне, в этом очень серьезная составляющая вашего успеха. Достаньте вашего спонсора. Заставьте этого спонсора работать. Пускай он работает. Пускай он не просто вас подписал, а пусть он работает. Включайте его постоянно в трехсторонние звонки. Это очень серьезнейший духовный закон. И он работает. Никто лучше ничего не придумал, ни одна система, вам честно скажу, чем трехсторонний звонок. Это самый эффективный метод, с которым я только столкнулся в бизнесе. Это называется бонус-преимущество. Все, другого варианта просто нет. Ваш спонсор должен постоянно работать. Если вам не повезло со спонсором, вам достался человек пассивный, значит, не бойтесь, стучите наверх, найдите того спонсора, который будет с вами работать. Не надо переподписываться. Поверьте мне, здесь система построена так, и вообще этот бизнес, что здесь не обязательно работать с личниками. Это очень важно. Мне очень понравился этот бизнес лишь за то, что если я просто буду работать со своей командой, она будет приносить точно такой же результат мне, как бы если я просто работал со своей первой линией. И я вам скажу, я работаю со всей глубиной. И те люди, которые мне звонят, конечно же, я им в любом случае даю преимущество. И я буду работать только с теми людьми, которые хотят что-то сделать, а не просто которые подписались и ждут, когда им дадут волшебного пенделя в зад. Ну, когда ты, Вася, будешь работать? Или когда ты уже двинешься там куда-нибудь? Нет, ребята, ваш результат, он только у вас находится. Спонсор – это уже ваш просто человек, который будет вас вести. Но еще одна немаловажная деталь – не придумывайте вы колесо. Если спонсор у вас реально уже состоявшийся человек, мой просто вам совет, просто его послушайте. Не надо этих лишних каких-то вопросов. Вы просто тоже думаете, что этот человек может быть нереально перегружен. Не надо лишних вопросов, он четко знает, ибо он заинтересован в том, чтобы вы были успешны. Он очень хотел вам помочь, поверьте мне, приглашая в этот бизнес, он хотел вам помочь. Точнее, давая предложение вместе с ним поучаствовать в этом. И поэтому не мучьте его лишними, ненужными порой абсолютно вопросами. Он сам донесет вам то, что нужно. В любом случае, он очень хочет, чтобы вы правильно все поняли и приняли. Вот если вы это будете учитывать, ваш бизнес будет успешным. Это будет правильная дубликация. Денис, что ты думаешь по этому поводу? Я бы хотел добавить следующее. Фраза такая есть Наполеона Хилла. «Усилие только тогда вознаграждается, когда решение не имеет обратной силы». Если мы принимаем решение, например, с чего вообще начинается бизнес, если, например, я пришел в бизнес и не знаю, зачем я здесь, почему я здесь, то есть я вот так и буду такой разжиженный ходить. Но когда я понимаю четко, что у меня есть определенная цель, и мои цели нужны, например, если это материальная цель, что мои цели нужны деньги, я четко понимаю, сколько денег нужно и когда они нужны. И уже благодаря этим всем статистикам, благодаря своим усилиям, благодаря своим действиям, то есть правильно поставив цель, я уже к ней иду. Вот маленькая-маленькая рекомендация, как правильно все-таки надо ставить цели, в какой форме и как это делать. У нас есть такой бонус в компании. Если человек доходит до статуса директора в течение 90 дней, то у него бонус от компании, независимо от его доходов, там 10, 15, 20 тысяч он заработает до этого статуса, компания ему дает еще бонус 20 тысяч долларов. Как я поставил себе цель? То есть у меня есть цели, которым нужны деньги. И я знаю, что первая цель, которую я достигну и когда ее достигну, я понял, что вот эти 20 тысяч долларов я уже получил, вот я поставил так, я уже их получил в начале февраля, эту премию. И я сейчас делаю все возможное, то есть я вот так вот мог подумать, поставить, принять решение и ничего не делать. Вот, и скорее всего я бы, ну, очень сильно буду грустить через этот месяц, да, который январь пройдет, но я так не буду делать, я буду действовать и ровно через месяц, да, ровно через январь я буду обладать этой премией. И я уже ей обладаю, потому что у меня правильно поставлена цель. Вот ставьте, моя рекомендация также выбрать себе цели, правильно их ставить, вот, и просто надо действовать. В этом бизнесе надо просто действовать. И то, что сказал Виталий, это архиважное, я полностью его поддерживаю, то, что нужно делать трехсторонние звонки. Если, например, у нас нету скайпа, нету там чего-то, трехсторонние встречи. То есть ошибка всех людей, то, что мы сами бежим и начинаем там захлеб на эмоциях рассказывать, вот какая-то там платформа. Один малейший вопрос и все, у нас чуть мы поплыли, мы потеряли человека. Зачем нам терять человека? Лучше организовать встречу, да, там, со своим наставником, со своим спонсором и лишний раз еще его послушать. Еще, еще правильней, то есть эту пластинку раз, провернуть, два, чтобы жетон провалился. Поверьте, когда проваливается жетон, тогда уже, ну, очень мало вообще вас что-то на этом свете сможет остановить. Одна из любимых провалился. Ну вот, поэтому обязательно, вот у меня люди приходят там через неделю, я им сам звоню, некоторым людям через неделю, говорю, привет, ну, как дела? Сейчас, я говорю, чем занимаешься, ты же вроде подписался. Ну, я там всем рассказал, я говорю, у тебя хотя бы одна трехсторонняя встреча со мной была, вот, я все равно и каждую неделю это говорю, говорю, ну, нет, не было, ну, я там все. Я говорю, поэтому результата нет. И показываю, вот, пожалуйста, вот этот человек постоянно проводит трехсторонки, вот смотри, пожалуйста, у него есть результат. То есть, все же, ну, есть факты, есть статистики, и статистики, они не врут. То есть, тот человек, который начинает действовать правила по правилам, да, да, нам дали Феррари, но, ребята, изучите правила, как надо на этом Феррари работать, как надо на этом Феррари ездить, как надо всех обгонять, и, не нарушая правила, просто получать удовольствие от жизни. Есть, Денис, просто есть люди, которые, знаешь, вот я говорю эту фразу, что люди делают все возможное, чтобы не зарабатывать деньги, не иметь деньги. Вот если можно наступить, вот, пройти между граблями, то есть, вот эти люди на все грабли наступятся, вишишек набьют и останутся без денег. То есть, делают все возможное, ребята, вы не поверите, все возможное, чтобы не делать деньги. Это правда. То есть, это факт. Говорят же, сколько денег у тебя в голове, столько их будет в кошельке. Они нас заранее просто убрали из головы. И дело в том, что деньги многие рассматривают, как какое-то, я не знаю, искушение. На самом деле, деньги надо рассматривать просто как инструмент. Инструменты, ни больше, ни меньше, при помощи которого ты можешь куда-то съездить, при помощи которого ты можешь делать подарок самому любимому человеку, при помощи которого ты просто сходишь в магазин, купишь какой-то продукт. И это инструмент. И всего лишь, чтобы поместить в своей голове столько, сколько тебе нужно. Ни больше, ни меньше. У людей сломанное сознание. Они привыкли думать категориями поражения. Ни щиты. И поэтому они остаются всегда. Виталий, я пока вспомнил, откуда такое слово «нищета». А нищета – это не считать. Опять же, мы говорим о статистиках. Нищета – это не считать. Это когда мы не считаем просто. И естественно, миллионерам люди становятся никогда не заработали. Миллионерам вот здесь люди становятся. Когда меня спрашивают, ты миллионер? Я говорю, конечно, я миллионер. Я здесь уже стал миллионером. И просто я теперь близко, это все придет. То есть это… Можно я нападаю, пока мы говорим, тут идея такая на ум пришла. Буквально у меня сейчас в Америке, здесь в гостях мой хороший друг. Его зовут Олег Юров. Олег Юров – художник, очень известный. И я у него прошел мастер-класс, и мы нарисовали с ним картины. Я сейчас вам реальную вещь покажу. И он… Вот картина, реально. Я ее сам нарисовал, вы не поверите. Маслом, первый раз в жизни. Смотрите, шедевральная какая. Вот. То есть, ну вот, просто покажу. Он мне сказал такую вещь. То есть есть люди, которые, например, художники, 20 лет учатся на то, чтобы сделать, ну, правильно кисть там взять в руки, правильно мастерок там взять, там, ну, там всякие штуки. Я не буду термины говорить. Ну вот. И он говорит, что, например, есть мастера, в чем вообще успех, например, да, что если человек может за 2-3 часа научить делать то, что у того художника ушло, например, там, 20 лет. Вот он 20 лет уже что-то изучал, и вот он это понял, и вот просто за полчаса, за час, за два дал эту технику, дал эти знания, и человек может просто потом чуть-чуть это, ну, повторить, ну, чуть-чуть попрактиковаться, да, с тем, чтобы вот добиться результата. Я почему вам этот пример привожу? Он мне говорит, ты знаешь, что на сегодняшний день на планете есть картины, которые стоят, стоимость одной картины 150 миллионов долларов, одна картина. Я говорю, ничего себе. Он говорит, да, картина, она вечная, то есть она на холсте, масло, она не устаревает, она тысячи лет может храниться. И я для себя осознал, что, в принципе, так как я взял и создал какой-то шедевр, потенциально я миллионер, понимаете, я могу создавать эти шедевры, понимаете, я источник этого всего. То есть я хочу вам сейчас донести идею, что вы источники вашего благосостояния, того, что вы создаете, вы этот источник. И почему я это вам сейчас говорю, что так же, как картину, вы можете создать этот бизнес, понимаете, то есть это никакой разницы нет, создаете вы картину или создаете бизнес. Вопрос в том, что идете вы создавать это или не идете вы это создавать. Или вы идете создавать что-то другое, вы идете на велосипеде в это время кататься или на рыбалку. Это тоже неплохо, я тоже и на рыбалку хожу, и на велосипеде катаюсь, но у меня весь фокус на конечном результате, на созданной картине, на построенном бизнесе. И вот здесь я хотел с вами поделиться, я сказал, как заработать те же самые 20 тысяч долларов за 5 недель. Я вам сейчас прям реальный расклад дам, кто хочет. Смотрите, здесь у нас два вида бизнеса, один из них это, что вы можете торговать на платформе Amazon, eBay, пожалуйста, не вопрос. Но многих интересует составляющих и сетевого бизнеса. Здесь, если вы приглашаете первых двух партнеров, вы получаете от компании бонус 600 долларов. Два партнера, которые подключились на 50 долларов. Опять повторю, как эти деньги начисляются. Компания заработала 100% комиссии, 100% денег на торговле, на Амазоне за процессинг, за транзакции, она заработает на продаже лицензии и так далее. 70% от этих денег компания выплачивает в сеть, дистрибьюторам. Так вот, 6% от этих 70 идет людям на бонус 600 долларов. Поэтому ваша задача, вы подключаете двух людей. Ребят, многих интересует возможность зайти в такой волшебный бизнес, и многие поняли, что они могут подключить двух людей. Вот что происходит, вы подключили двух людей, и помогите своим этим двум подключить также два. У вас во втором поколении 4 человека. Помогите вашему второму поколению проделать то же самое. У вас во втором поколении будет сколько? В третьем поколении 8 человек. В третьем. И поехали дальше. Потом у вас будет 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048. Ребята, вы представляете, если вы это просто разобьете на неделе, первая неделя, вторая неделя, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, два месяца. Если вот так вот тупо, медленно вообще работать, на второй месяц у вас, ребята, 2048 человек. Посчитайте товарооборот, давайте посчитаем. Если ваши просто люди в среднем зашли, купили лицензии, мы говорим о том, что кто-то торговать начал, кто-то начал структуру строить. Мы просто вот посчитаем усредним этот процесс. 2048 человек умножьте на 50 долларов. У вас 102 тысячи долларов товарооборот. Делим его пополам, так как у вас команда слева и команда справа. Так, 51 тысяча долларов у вас команда слева. Умножаем на 20%. При этом раскладе вы там по нашему компенсационному плану получаете 20%. Комиссионному умножите на 20%. Так, 51 тысяча делим на 100, умножаем на 20. 10 тысяч долларов, ребята, это просто по одному виду дохода. Вы также при этом раскладе квалифицированы, сейчас считаем товарооборот, тысячи. Вы сразу квалифицированы на бонус 20 тысяч долларов. Вы квалифицированы на остальные виды бонусов. Мы говорим вам вот о чем, ребята, если вы просто два месяца займетесь просто построением здесь команды, вы просто в конце второго месяца огребетесь из 30 тысяч долларов. Я вам это не обещаю, не буду вам говорить, потому что вопрос в том, пойдете вы это делать или не пойдете, но вот есть много людей, которые пошли и начали это делать. И могу вам сказать, что вот уже сейчас результаты просто зашкаливают. Просто зашкаливают. Хорошо, значит, Виталий, Денис, что у нас, наверное, мы много сегодня таких эмоций людям дали, много чего интересного рассказали. Какие у тебя пожелания к людям на новогодние праздники? Пить, бухать, гулять или все-таки что-то другое мы посоветуем людям? Пить, бухать, гулять – это вообще как бы дело самое последнее. Это называется дурманивание разума. Я предлагаю людям разобраться все-таки с той возможностью, которую им предоставили, и, соответственно, начать движение то, о котором ты говорил. Начинать создавать свою картину. Ведь человек создан по образу и подобию Божьему. И подобие Божье наше в том, что мы, как и Творец, тоже являемся мини-творцами. Давайте творить тогда уже свою какую-то историю. Если вы сюда зашли, тогда на самом деле начинайте творить. Либо не надо было просто заходить, а заниматься чем-то другим в жизни и творить там. Я лично, если захожу в какой-то бизнес, я всегда начинаю творить. Для того, чтобы видеть в конце концов вот эту вот картину. И Алексей на самом деле дал сегодня такое сравнение. Вот я вам серьезно, у меня как жетон провалился очередной раз. Поэтому, да, ребят, спасибо, что, скажем, вот мы сегодня все собрались. Я думаю, что, не знаю, может мы, конечно, где-то во времени перетянули, но я думаю, что наша встреча стала очень познавательной для многих. И многие люди здесь увидели или услышали то, что на самом деле им просто нужно для того, чтобы правильно и грамотно двигаться в бизнесе. Я всем хочу пожелать успехов. Я всех хочу поздравить с наступающим праздником. Для некоторых, может быть, эти праздники не важны, для некоторых очень важны. Вот. Но самое главное, ребят, это оставайтесь собой. Спасибо, Виталий, большое. Денис, давай будем закругляться. Что ты хотел бы людям пожелать на эти праздники, на эти выходные? Что делать? Кататься на санках? Я бы хотел пожелать позитивного отношения. Ну, то есть, друзья, коллеги, это позитивное отношение, это поступок в вашу будущую жизнь. И то, что люди будут выпивать, то, что будут люди гулять, салюты пускать, это все, оно и так и так будет, это традиция. И правильно, не то, что там как-то даже может осуждать это или что-то еще делать. Этим надо пользоваться. То есть, это же классно, когда соберется очень много людей, которых ты давно не видел. Где-то там на елке можешь собраться, где-то самому организовать встречу или организоваться на какую-то встречу. И прийти туда, и быть на позитиве, и задать людям вопрос вообще, что для тебя сегодня важно. Спросить у людей, что для них важно. Вот надо заняться вот этим. То есть, если мы сделаем такой опросник, поставить себе цель. 100 человек опросить, что для них важно. Что для них важно в следующем году. И спросить, а почему для них это важно? А что ты делаешь? То есть, нам люди сами расскажут, что им нужно. И тогда мы, как предприниматели, можем предложить им нашу возможность. Понимаете? Фишку. Не надо кому-то что-то навязывать. Давайте у людей спросим, что им интересно в Новый год. И предложим им возможность, хорошо, ну скажем так, возможность реализовать свои цели, реализовать свои мечты, желания, потребности в жизни. Хочу пожелать новому году процветания, ну, удачи, любви, счастья. Вот это то, что касается напутствия на Новый год. И внимательно посмотрите на эту, рекомендую еще раз и еще раз пересмотреть презентацию для тех людей, кто еще не понял. Многие люди зашли в бизнес и присматриваются к бизнесу. Ребята, давайте мы не будем просто присматриваться, мы давайте будем уже квалифицироваться на свои, то есть, не то, что квалифицироваться. Кто-то зашел на просто посмотреть, да, зафиксировался. А кто-то взял сразу, проплатил пакет, начал разбираться в пакете. То есть, у нас три пакета. Давайте сразу начнем делать бизнес. Просто многие говорят, я хочу узнать самому, купить эту панель, просто понять, как это работает, что это работает, рассказать людей. Вот в этом надо профессионалам. Да. Субтитры сделал DimaTorzok